это наш закат это наш любимый ресторан с мужем очень классно здесь музыка классная днем это кляши видите здесь есть пар но сбоку бы не мешала еще турецкая музыка здесь полный чил вечером очень круто если вам покажу что здесь самое круто это обычно резервация очень трудно не ставшить и малым столиком 10 ты выходишь в ресторане и вот сюда можно плавать вот он красиво а вон там марина находится вот я вам пальчиком покажу вот она марина будут за горами как у самар маринга где вы плаваете гуляете если смотреть как добираться это вот сюда вот она дорога идет вот тут пляжи и вот буквально первые там второй третий ресторан который вы увидите закат просто потрясаю у меня муж вот любите таких мероприятий смотря на мой лоб подумать это современники не видят как в ресторан находят ничего не делают и плавают по сути так вот пуске выходит у нас но мы любим кушать с красивым видом например каких-то особенных на данных класс может какой-то даже кушать приятно и да мне нравится говорить слово кушать и не есть мне здесь нравится что здесь сочетание сосновых горы во первых сосновые деревья и тут же пальма как классно папа с дочкой поплыли какие волны сегодня прикольные прозрачные классно сидишь когда в воде на мелком и к тебе приходит волна прям прозрачная вот эту воду я обожаю прозрачный пляж красота извините за что у меня один раз одни тяжелого кафта потому что я люблю только вот это место самое любимое вода просто кристально числе чем у тебя думать в раковину дома до браку из крана красота что хочу дещанки вам отметить сказать что у меня раньше такого чувства не было в этом году у меня нет чувства что я отдыхаю потому что когда ты все знаешь где что купить что называется то есть у меня ощущение что я не по моему ехала здесь тоже самое до природы другая возможно у меня такие чувства потому что я у нас дача есть смотрим по сути немножко вид изменился сама суть не поменялась не так же хорошо отдыхаем в мармарис ли себя на дачу нет этого чувства отдыха какого-то приключений как будто здесь знаешь уже этого к сожалению нет эмоций таких нет от отдыха впечатлений классных я хочу еще что отметить когда ты берешь центр и вот эту набережную все как там у меня ощущение мармарис он очень маленький и ощущение что ты идешь по пляжу гуляешь по улице прогулочные мармарис и есть и ты не видишь настоящую турецкой жизни это для девочек которые знакомятся вот мармарис с турками на каком анталиевом себе всяких мере другие ощущения но здесь частности ума и смогу сказать что общаясь с ними это другие во-первых они более свободны даже которые в туристическом бизнесе не заняты они другие не такие как во всей стране это раз два я точно скажу что находясь в мармарисе кто собирается переезжать познакомились местные из мармариса и тут мармарисе будете жить это не жизнь как во всей турции я вообще про глубинку тут я вообще молчу тут даже не жизнь такая как в стамбуле это не та турция с одной стороны я бы даже вам посоветовала да это хорошо для первой адаптации для жизни так сказать это свободные европейские скажем так люди но конечно же у них есть свой менталитет этот турецкий с которым вы здесь до конца не познакомитесь и не будете знать хитрости то есть это не такая большая школа закалка здесь в адаптации в таком местности жить потому что здесь реально ну я вот раньше мы сейчас нужно думали мы даже этим летом хотели снять квартиру и дом и остаться на пару месяцев так как закончилась коронная история в смысле нас открыли пока что муж очень много работы было мы не смогли сюда надолго приехать мы думаем об этом на следующий сезон точнее не лето а когда весна может быть уже теплая здесь поэтому весной может приехать надолго остаться здесь и когда мы начали вопрос смотреть что здесь я девчонками местными пообщалась поговорила с нашими и все сказали что здесь нигде купить одежду очень мало магазинов этот город для туристов да зимой другая жизнь но она не такая активная дата социально и в принципе мало куда можно сходить не так так как в большом каком-то городе но в естественном стамбуле чем я сравниваю так что девочки кто здесь общается с турками из мармариса знаете они не такие необычные пункты как все в стране мне надо их подгонять под какие-то стереотип они здесь и попроще по его это с одной стороны клипа так повторюсь для вас вам легче так общаться это больше к вашему менталитету но опять же менталитет именно прям турецкому есть какие то конечно у них свои как сказать остаются моменты но не очень сильно другие отличаются это не настоящая вот что вы короче думаете перееду в мармарис там нахер буду жить в турции это называется страна турция но менталитет стиль жизни здесь не такой как во всей стране естественно что курортная зона здесь все по-другому про отели все прочее в этом сезоне тот может поедет все сентябрь октябрь и закроют я имею ввиду уже тут все отели заняты для туристов наших которые чартерами летят все отели заполнены большие там насть куда детьми удобно ехать семейные отели сетевые их номер найдешь честно все занято но если кто едет с курцией здесь отдыхать я вам сразу вынести не бойтесь ехать и без номера на месте искать потому что когда ты приходишь на ресепшн спрашиваешь всегда заболтаться можно номерок всегда есть вот так вам скажу а если вы хотите так кардинально типа там на 10 дней вперед доказать у нас также мы не могли найти отель мы думали за собаки на самом деле проблема в том что вообще в принципе не хотят не так давать номера в отелях крупных сетевых пласты это надо заранее бухнет вы как туристы что меня смотрят чартерами летите вам проблем нету пошли купили просто тура кто живет в турции с этим проблема сейчас все отели переполнены хотя убить и не допустим много людей но потому что вот этот отель мой любимый кстати он закрыт там вечером горит свет на жильцов постояльцев нет мы хотели в нем остановиться мы сходили на ресепшн и ресепшн типа как работает на кто-то сидит дежурном глазках отель не открыт много отелей вот так вот если смотреть они типа вот они есть но некоторые через один они работают поэтому наполняем это люди сейчас очень 150 10 августа много поехала поэтому как правильно выразиться желающих очень много отелей не очень много открыто соответственно отели стремные какие-то три звезда я меда старые не очень они цену очень подняли этот отдых того сейчас не стоит один дам вот так вот скажу туры покупать из других стран лететь очень выгодно есть а вот кто по турции я бы вам все посоветовала задуматься может в бодрум куда-то но бодрум еще дороже конечно там другой уровень отдыха ну короче вот так мне лично ощущение что и в отпуске побыла типа отдохнула очень потому что ты знаешь как бы мне тут это ощущение тебя туристы я себя туристом не почувствовала чё уж говорить ко мне даже не приставали всякие торгаши зайдите посмотрите магнитики купите когда гуляли потому что они видят когда ты здесь живешь и когда ты туристы я иду с собакой с ребенком черненьким конечно по мне видно что я здесь живу собака никто на самолете не прилетит правильно вопросов к нам вообще нет этого туризма нет я в магазине покупаю в гостинстве домой себе смотрите какой чай есть вроде к сахаре лимонный такой чай и просто пораньше не видел и вот такой еще бомба атомки лимонного две коробочки возьмем попробовать это что такое а а а а а а а а и сколько меда над из мармариса надо вести розовое варенье 20 лет начало вам по 20 лет тыквы 12-11 баклажаны инжирная сколько угодно вот эти банки с орехами вот их цена 220 рублей 250 300 3 огромный магазин так что тут еще есть это все для туристов оливки оливковое масло а а а а а а вот виды всякого мармарского меда 850 грамм 55 лир смотрите цены какие 30 лир и вот его разные разновидности вкусы разные всякие пикмес 10 лир большой 18 много всего тут ну чисто такой туристический магазин а это из каштана это каштан из инжира и шоколады инжир ну вот такую еще коробочку инжира мы купили от абрикос есть с инжиром Набор лукумчиков, халава тоже, к сожалению, надо на кассе пробивать. Ходим. Шурупы, спарадуду, еще ковица 10 лир, я такой на базаре у себя в Стамбуле покупала, так никуда не потратила вон из бетона. А, вареная сгущёнка, 24 лиры с укричьей. Прикольно в магазине, это экипировка для мёда собирать, много их повесили. Вот он магазин на выезде из Мармариса, вот туда уже дорогу вон, видите табличка, что эта табличка идет вон в Измир. Тут заправки. Под ноги смотри. Яблоко съела, надо выкинуть в кожу. А, вот есть миска. Янтаун какой-то черный. Янтаун, какие-то черный. Там же можно прикрыть среди. Возвращаться на бетона, там, там, там. Там, 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 там. Там, там. Субтитры создавал DimaTorzok